Всем привет, меня зовут Эрнест Бондаренко. Честно говоря, никогда не ожидал, что перед этой аудиторией буду выступать, когда-то вообще в жизни, но, видите, судьба свела. Я основатель стартапа FoodFilter и сегодня буду говорить про всякие сложности, которые ждали меня на моем пути. Я получил бакалавра по био- и пищевой технологии, затем я учился в магистратуре на генной технологии, работал 4-5 лет в фирме по производству пептидов и антител, это биохимия, потом стал фотографом. На самом деле, чуть-чуть раньше я стал фотографом, и многие из тех, кто здесь присутствует, мои знакомые, знают меня в качестве фотографа. И вот, на самом деле, в течение достаточно долгого времени, после того, как я уже был фотографом, ко мне обращались какие-то старые знакомые, там, через год, через два, после того, как мы не виделись. И они говорят, слушай, а вот эту вот ешку вообще можно употреблять или нет? Или, ну, как бы, вот это вот нормальная еда? Или появился ребенок, да, у него там какой-нибудь диатез, и вот они про меня вспоминают. Это было чуть-чуть странно, потому что я чувствую, что для людей, по всей видимости, ну, они должны что-то преодолеть для того, чтобы задать такой вот вопрос, когда не виделся куча времени. И я подумал, что надо сделать приложение, то есть надо поделиться какой-то такой своей компетенцией, и в итоге решил сделать приложение. Вот, и начался сериал под названием «Тернистый путь», и сам, я подумал, что я сделаю сам. Ну, не такой я глупый человек, вроде в школе хорошо учился, успевал все, и подумал, ноу-коут, там, флаттер, всякие такие дела есть, можно выучить, можно что-то сделать, MVP какой-то, ну, хотя бы примерно. Вот, но не пошло, у меня ребенок требовал внимания, ну, как бы не хватило что-то у меня, каких-то вот, я не знаю, душевных чувств, мозгов в том числе. Я обратился к друзьям, и они сказали, было несколько друзей, которые, ну, девелопера, говорят, да-да, сделаем, классно, нам нравится этот проект, но опять же не пошло. И у них, оказалось, так же нет времени, мотивации, и мне их не организовать, не проконтролировать. И, ну, как бы потерял время. Потом я решил, что надо посмотреть, что вообще с наемными программистами. Здесь у нас в Эстонии, я сделал примерное описание технического задания, здесь в Эстонии мне заломили такую цену, ну, я сразу скажу, там 60-80 тысяч примерно, что было для меня слишком дорого. Я начал искать в ближнем зарубежье, Россию, Украину, Беларусь, и я понял, что мне нужна команда. Вот в то время у меня пришло понимание, что мне нужна команда, которая будет заниматься, я знал, что у меня будет большая база данных. То есть, ну, кто-то должен заниматься базой данных, кто-то фронтендом, бэкэндом, ну, и так далее. То есть, дизайном, это все, ну, как бы очень важно. И я разослал около 200 мейлов, видите, 150 ответов, 40 собеседований, в итоге один партнер. Партнер Maximus, студия в Одессе, украинцы, у них большая команда, много, хорошего, ну, хорошее портфолио было. И при разговоре я чувствовал, что они не просто заинтересованы в этом проекте, потому что считают, что это полезная вещь, а как бы, ну, мне показалось, что я такой клиент, которого они хотят себе в портфолио. И в итоге мы сделали техническое задание 1-2 летних месяца, я пришел к ним летом, я понимаю, что половина людей в отпусках, но поэтому вот чуть-чуть дольше заняло, я думаю, что, ну, меньше месяца займет. И техническое задание было достаточно сложное, у меня, ну, как бы, такой, не самый простой проект. Лендинг-сайт быстро сделали, не помню, сколько, неделя, foodfilter.com, можете посмотреть, оценить, что можно сделать где-то за неделю. Дизайн приложения, пара недель, может быть, чуть-чуть больше. Вот, фронтенд 2 месяца, бэкэнд 3 и бюджет около 20 тысяч евро. Мне трудно оценить, много это или мало, но по сравнению с 80 тысячами это мало, однозначно, да, ведь? Вот, дальше тернистый путь продолжается, пришла беда, пришел ковид, и хэдхантеры в Украине начали очень активно... Да, разрушать их рынок и переманивать к себе, потому что им по большому счету все равно, там, кто-то у них офлайн работает в Силиконовой долине, или также офлайн работает в Украине. Результат, если такой же, то, как бы, зачем платить больше, да? И фирма потеряла человека, который разрабатывал бэкэнд. Бэкэнд был недоделан, самый сырой из всего приложения. Бэкэнд был на питоне. Я обращался в DevClub и писал какие-то объявления, ко мне даже, ну, пару человек обратилось, но как-то, может быть, даже кто-то из тех, кто здесь сидит, но как-то не сошлось. То ли по цене, то ли по условиям, я не помню, вот честно. Вот. И проект завис, а они искали человека какого-то в офис. То есть им было принципиально, что человек будет приходить, при них работать, они будут его контролировать. И, сами понимаете, поскольку рынок хороших программистов был уже вычерпан, а им нужен был кто-то, кто прям у них будет. А Одесса, конечно, большой город, но не резиновый, да? То есть там не нашли. В итоге они не нашли, проект завис. Где-то на год, я думаю. И я уже начал думать, что я потерял все то, что наработал. Вот. Потом началась война. И 24 февраля, ну, когда я узнал о том, что происходит, я позвонил владельцу фирмы. Он мне там начал рассказывать, что его окна смотрят в сторону аэропорта Одесского, в двух километрах от него там взрывы. Они эвакуируются, куда-то сбегают. И как бы стало очевидно, и вся их команда, то есть люди, которые привыкли и всю жизнь жили, и с пониманием, что у них, ну, теплый офис, компьютер, и максимум, что они должны по клавишам стучать, они вот должны были, я не знаю, в окопах сидеть или там, я не знаю, что они должны, но команда развалилась. Я понял, что, ну, все, конец, конец моему... А я тут им предлагаю заниматься приложением, которое помогает аллергикам, да, или людям, которые там не хотят любую еду есть, а какую-то определенную. В общем, я был совсем не в тему на фоне всего того, что навалилось. Вот. И здесь появился один человек, с которым я сконтачился. Он говорит, что, о, я как раз по питону, супер-супер, давай займемся, классно. И мы уже с ним на... Ну, я ему отдал исходники, он их открыл. Как бы все уже почти-почти-почти. И этот человек, Александр Товген, он как бы ушел от нас, потому что, ну... То есть, ну, как бы вот так вот. И я достаточно в таком отчаянном положении понимаю, что вообще не клеится, вообще все плохо. Ко мне обратилась фирма, говорит, а на самом деле я везде раскидывал вот все эти объявления, показывал, говорил о том, что мне нужны девелоперы, а желательно команда. Обратилась ко мне одна фирма, которая с хорошим портфолио, местная, эстонская. По крайней мере, офис здесь, в Эстонии. У них солидные клиенты. У них команда есть. То есть, все хорошо. Вот. Даже слайд про это есть. А я посмотрел кучу видео. В этих видео в основном была речь о том, что с девелопером можно... Основные две схемы. Ты или им доверяешь, и они работают, делают почасовую работу, или ты не доверяешь, и они закладывают риски в калькуляцию и выдают тебя с неким коэффициентом. Кто-то 0,2, кто-то 0,5, кто-то... Ну, все зависит от того, как человек оценивает свои силы клиента, риски. Вот. И я подумал, нет, лучше я буду доверять. И мы примерно обсудили объем работ, бюджет. Цена была очень дорогая. Но я подумал, что, ну, как бы, надо доделать. Серьезная вещь. Если я сейчас не доделаю, то вообще все, конец. Надо. И подумал, дорого, но сделаю. У них хорошее портфолио в офис-центре. Сказал уже, да. Слаженная команда, трекинг, выполнение работ. Вот. А когда взялись они за дело... А почему конь в пальто, да? Потому что... Чуть-чуть позже расскажу. Дойду до конца слайда, и все будет чуть-чуть понятнее. Значит, по итогу приложение, то, что они доделывали, уже, в принципе, готовое приложение, стоило мне не просто дорого, а в два раза больше, чем дорого. Просто очень-очень-очень дорого. По итогу сейчас, то, что сейчас есть, там куча багов, несметное количество. Продукта у меня нет, деньги заплачены, продукта нет. Но у нас с ними есть определенная договоренность. То есть я им написал несколько писем, они отреагировали. Они попытались каким-то образом разрулить ту ситуацию, в которой они оказались. Они не рассчитывали на тот объем работ, который на них свалился. И мы с ними договорились, что они при тех багах, которые есть, все равно доведут до релиза. Они, по крайней мере, удовлетворят эти Apple Store и Google Store тоже. То есть они удовлетворят их требования. Мы выложим приложение как есть. Почему я хочу выложить его как есть? Ну, просто потому, что мои деньги закончились. Я должен привлекать инвесторов. Инвесторы просто так не вкладываются в идею. То есть, ну, как бы, кто ты, мальчик? Вот, я должен им показать какой-то трекинг, какие-то цифры. То есть количество скачиваний, количество предпродаж, хотя бы это. А скачивания будут после релиза. Я понимаю, что релиз плохо делать, когда у тебя не готовый продукт. Это не очень хорошо. Ты потеряешь кучу клиентов, кучу этих, одну звездочку получишь. Но это надо сделать. Поэтому скоро, я уже надеюсь, что очень скоро, неделя-две, может быть, начало января у нас будет релиз. У нас на самом деле для Apple, для iOS, в принципе, готов. То есть его уже пропустили. И мы можем не только нажать на кнопку, будет релиз. Я хочу более-менее их вместе сделать. Я надеюсь, что все получится. Так, о чем приложение? Я уже вас немножко, наверное, заинтриговал. Время... Что? Конь в пальто. А-а-а! Конь в пальто? Это вы спросите, кто производитель? А я скажу, что конь в пальто. Извиняюсь, да, что-то вылетело. Я не... Мы с ними договорились, что они доделывают, несмотря на то, что деньги закончились. Потому что два месяца назад был такой разговор. Нет денег, не будет работы. Жестко. Как бы, ну, как... Чья это проблема, что у тебя деньги закончились? Это как машина. Есть бензин, едет. Нет бензина, не едет, да? Вот. Но в больших фирмах оно все работает так. У тебя есть отдел продаж, с которым ты сначала договариваешься. И у тебя все хорошо. Потом у тебя отдел... Руководитель твоего проекта. Который, наоборот, очень критично к нему относится. И говорит, ну, да нет, мы за два месяца никак не успеем. И мы тебе не можем дать столько этих экспириенс, да? Как они, сеньоры, да? Мы все-таки должны тебе медлов сколько-то дать. Ну, потому что сам понимаешь. Вот. И так далее. А потом ты встречаешься с программистами. Они делают свою работу хорошо. И ты с ними, ну, как бы, лично общаешься. И ты думаешь, блин, ну, я не могу обижать эту фирму, потому что это хорошие люди. Вот. И мы с ними договорились. У нас есть такое соглашение, что... Я у них спросил, вы вообще хотите, чтобы я вас называл? С вашим позорищем, которое выйдет через месяц. Они говорят, нет, давай не будем. Вот. Поэтому я не могу... Что? А почему они отказались? Потому что они сами считают, что они недостаточно хорошо поработали. И, ну, я так понимаю, что это репутационный ущерб я нанесу, если расскажу, кто это был. Хотя, вот смотрите, если кто-то из вас... Если среди вас есть маркетологи, то не делайте такой ошибки. То есть, я один из тех клиентов, который всегда и везде говорил бы, благодаря кому я сделал это приложение. То есть, я из тех клиентов, у которого есть определенный охват, да. То есть, я блогер. Поэтому я выгодный с точки зрения маркетолога клиент. Но не получилось, не повезло. Но, с другой стороны, если я их буду втаптывать в грязь, мне никакой пользы от этого не будет. То есть, ну, как бы я не тот человек. И, опять же, один из критериев того, почему я про них плохо не говорю. Потому что, ну, вы-то уже все поняли, а вот у себя на канале я не буду про них плохо говорить, потому что я, получается, я тот человек, который не умеет подбирать партнеров. То есть, если я облажался, то, как бы, я неразборчивый человек. И это тоже меня не красит. Поэтому, ну, в данном случае, да, вот у нас фигурировал конь в пальто. Больше, к сожалению, не могу сказать. И про их цены тоже не могу сказать. Я понимаю, что цены вас очень интересуют. Но, скажем так, украинцы, сколько там, 20 тысяч было полная услуга приложения. И надо сказать, это вот Максимус. Я их сюда поставил бесплатно. Просто потому, что они хорошие ребята. И потому, что я им благодарен за то, что они при увеличении работы, они не увеличили цену. Как мы договорились, так и осталось. Так, давайте про приложение. А вопросы потом. А то я все лимиты исчерпаю, вы не доберетесь до еды, да? А ее нет. А у этой фирмы не сколько в центре города. А пальто какого-то? Это вот конь в пальто. Итак, приложение. Значит, идея заключается в том, что примерно 10% европейцев и американцев у них пищевая аллергия. И где-то около половины из этих людей, у них были какие-то серьезные проблемы с этим. То есть, они вынуждены были обращаться к врачу или там медицинское какое-то что-то было. Вот. Еще многие люди занимаются просто следят за диетами. Им что-то не нравится. Там, я не знаю, лук. У кого-то религиозные предпочтения. То есть, там, свинину не едят. Или кто-то худеет. То есть, очень много людей относится очень внимательно к своему питанию. И мы вынуждены читать этикетки. А на этикетках все мелко, неразборчиво. Как назло, вы где-то в пути. И там на шведском или там на каком-нибудь тайском, которого вы не знаете. А гугл-переводчик почему-то не работает в данный момент. А вам точно надо знать, потому что, ну, как бы, иначе все, конец. Иначе вы вместо конференции просидите на толчке весь день, а то и два. Вот. Поэтому мое приложение задумано таким образом, что человек, ну, сначала вбивает свои аллергии в свой профиль. Потом сканирует штрих-код. Через базу данных получает список ингредиентов. То, что ему не подходит, выделяется красным. Там происходит определенный анализ. То есть, если в составе есть рожь, а у человека аллергия на глютен или там непереносимость, то он подчеркнет рожь и пшеницу и так далее. То есть, это, ну, такое умное приложение. А также есть калькулятор, который показывает, ну, ты там что-то взвесил, съел, и у тебя есть колораж за день, за неделю, статистика. Вот. Такое вот приложение. А кто вбивает все эти данные? Или будет вбивать? Скачиваем базу данных оптом сразу, много. А скажите, то есть у вас все продукты мира или как вы, я пытаюсь понять? Я чувствую, что без вопросов нельзя, да, по ходу дела. Сложно сдержаться просто. Да, нет, конечно, не все продукты мира. У нас, скажем, сейчас две трети, чуть больше, наверное, три четверти продуктов Эстонии, они чуть-чуть где-то пересекаются с балтийскими продуктами. То есть, ну, если эстонский продукт просканировать где-нибудь в Риге, то тоже он сработает. То есть, не все эстонские продукты. Это все зависит от баз данных. То есть, откуда ты возьмешь базу данных, те продукты у тебя и будут. И не все рынки легко добыть базы данных на эти рынки. То есть, допустим, в Дании есть государственная система, которая собирает эти данные. В Америке есть система FDA, она такая декларативная, она работает. А в большинстве стран Европы нет. Но есть держатели баз данных, такие как productinfo24.com, эстонская фирма, или Lexi.market, тоже эстонская фирма. И они как бы держат эти базы данных и помогают, ну, скажем так, эти базы данных работают в пикалках, которые у вас в магазинах. То есть, там, ну, как бы практически все, что есть на эстонском рынке. Другое дело, что они, опять же, не рассматривают меня всерьез, до сих пор не рассматривали. Но вот 10-го числа я был в Нарве на веб-3 мероприятии. И со своим питчем именно про это приложение взял первое место. К сожалению... Да, ты блокчейн переборил. Хороший вопрос. Значит, дело в том, что у меня считывают не только ингредиенты, но и сертификаты. А сертификаты могут быть такие, как, например, халяль или кошер. Потому что по ингредиентам ты никогда не поймешь, это кошерный баран или нет. То есть, он должен был убить с молитвой. А для этого нужен или печать раввина, или что там еще, лейбл какой-то, да, то есть бирочка, печать. Так называемый сертификат. Так вот, если договориться с раввином, и он будет делать блокчейн, печать, то можно отследить всю цепочку, то есть не только супермаркет, но и ритейлер, производитель и так далее до самого начала продукта. И для многих людей это важно. Ну вот так. Это было два слайда, и оно как бы удалось. И я надеюсь, что эта технология будет имплементирована, но не сразу. Это как бы не первоочередная задача в моем приложении. А в прототроне я тоже участвовал. Есть ли у вас будут стартапы? То есть, зачем я делаю вот вообще этот доклад? Дело в том, что многие хотят из здесь присутствующих сделать стартап какой-то. Ну, по крайней мере, я об этом слышал. И я очень рекомендую прототрон, потому что у них очень классная программа помощи. Не помощи, а как бы роста. Это акселератор. Он помогает понять, развиться и сделать хорошую бизнес-модель. Планы такие, что первонаперво я должен найти кофаундеров, потому что один в поле не воин. Как вы поняли, я был некомпетентен в том, чем я занимался. И это моя основная беда. То есть, если бы был технический руководитель или технический кофаундер, наверняка этих проблем я бы избежал. Ну, большинство из них. И на самом деле точно такие же проблемы будут и в бизнесе, и в маркетинге. И мне не очень хочется наступать на грабли. Мне хочется найти партнеров, которые будут делать это профессионально. Чего и вам тоже советую. То есть, если вы будете заниматься стартапами, обязательно понимайте, что вам нужна команда. Вот, запуск как есть. Я уже говорил, к сожалению, да, вот придется как есть. Бакфиксинг. У меня нет денег на бакфиксинг. Вот это самая беда. Когда ты запустил что-то, а фиксить не на что. А фиксить надо, потому что тебе жалуются. Вот, поэтому я очень надеюсь, что получится. У меня, я все занимаюсь какими-то махинациями, как я не знаю кто. Вот. Но я очень надеюсь, что получится раздобыть хоть сколько-то денег. Скорее всего, это будет делать Максимус. Снова. Потому что они сказали, что они вроде как собрали сейчас команду обратно. Они фронтенд могут делать. Они делают это недорого. У них, я еще, наверное, не говорил. Ценник примерно 25 евро час. За программиста. Что вполне удовлетворительно. Ну, особенно по сравнению с тем, что мне здесь в Эстонии предложили. Поиск инвесторов. Искусственный интеллект. Вот эта вот девушка, мне с ней надо подружиться. Подружить мое приложение. Дело в том, что ингредиенты не написаны тем языком, который понимает компьютер. Они написаны человеческим языком с ошибками, с разной перестановкой слов в приложении. В русском языке еще с окончаниями, суффиксами и так далее. Это множит количество ингредиентов. Эти проблемы сейчас решаются, но определенными правилами. Но это правило плюс исключение, плюс снова правило. Это достаточно сложно. Поэтому мне нужен какой-то следующим этапом, когда появится чуть-чуть денег, обязательно сделать какое-то самообучающееся, что-то туда вставить. И если кто-то из вас здесь этим делом владеет, то с удовольствием посотрудничаю. И потом будет маркетинг, большой запуск. Сейчас мы запускаемся только исключительно на эстонском рынке. И эстонский рынок будет тестовый. Потом большой запуск, скорее всего, будет на американский рынок, потому что у них там база данных достаточно хорошая. И он такой консолидированный, единый рынок. Там чуть-чуть проще будет. Большой, хороший рынок. Может быть, и денег оттуда пойдет, и инвесторов. Но как бы это наша цель, следующая цель, если все будет хорошо. Ну и расширение рынков. В итоге эксит. То есть в любом стартапе самое приятное – это эксит. Обычно. Но до него надо дожить. Вот. И еще раз, да, вот food-filter.com. Меня зовут Эрнест Бондаренко. И я, и мой стартап есть во всех этих социальных сетях. Просто находите, да, через food-filter или Эрнест Бондаренко. И, пожалуйста, теперь ваши вопросы. Какая модель монетизации? Подписка. То есть часть клиентов бесплатно получает это дело. Если у кого одна аллергия, то бесплатно, две-три или чуть-чуть больше чего-то, то там уже придется заплатить. Я даже не смогу сейчас вспомнить, какая система трекинга. Но там были часы. То есть, ну, когда программисты работают, там автоматика какая-то отслеживает их часы. Мне давали ссылку, я туда заходил. А так я сам, как бы, я решил, что есть определенные вещи, которые первостепенные, а это легче доверять, чем проверять. Расходы, скажем так, расходы сравнимы со стоимостью, там, я не знаю, одной-двухкомнатной квартиры, наверное, сейчас в спальном районе. Ну, короче, это очень много. Вот для меня. То есть для меня, для того, который и так, в принципе, ну, не супер хорошо зарабатывает, но сейчас у фотографов последние 2-3 года был просто полный капец. То есть, ну, ни корпоративов, ни свадеб, ничего. И, ну, как бы, вообще нечего фотографировать. Если бы я знал, что я так потрачу много денег, сделали бы я этот стартап? Я не знаю. Вот для этого мне нужно было бы сесть, подумать, понять. Но в какой-то момент я решил, что у меня есть определенные деньги, накопления. То есть это было как раз, ну, 20-30 тысяч, которые не были такими вот легко накопленными деньгами. Это были все-таки изъяты из моего благополучия, из семейного благополучия. Вот. И я подумал, что я хочу вложить эти деньги, потому что дело хорошее и, скорее всего, прибыльное. Спросили про приложение Бешкина из Кошер. Да. Я с ним общался и обменивались какими-то... Не так, чтобы много, базами данных не обменивались. Общались. Да-да-да. Значит, вопрос по MVP. Это совершенно правильный подход. То есть делать максимально просто. Желательно вообще сначала на бумажке, да, потом MVP и тестировать на каждом этапе. Я об этом не знал. В тот момент, когда я заказывал у группы Maximus... Они... 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 Я им говорил, а они записывали. И они меня не тормознули вовремя. Они просто... Они видели, что у меня цельная картина есть. И они, видимо, думали, что они сделают и будет нечто такое, что можно красиво и функционально положить в портфолио. Дело в том, что программа хорошо заработает, когда будет большая база данных импортирована уже в нечто рабочее. То есть это такая комплексная штука, которая заработает при ее наполнении. Конечно, были какие-то модули, которые можно было сначала просто просматривать, потом прокликивать, потом чуть-чуть тестовые продукты. То есть это можно было сделать. И мы это делали, да. То есть по ходу выполнения оно там доделывалось. В EAS я еще не обращался. Но я просматривал то, как они помогают. Ну, скажем так, там какая-то первая помощь была 5000 евро. На начало бизнеса. Я не помню, по каким-то критериям я то ли не прошел, то есть я посмотрел, я не обращался к ним. Я посмотрел, я подумал, что они подходят, у меня нет времени этим заниматься, и я не занялся. Но EAS очень хорошая вещь. Я сейчас уже просмотрел, чем я мог бы заняться и получить какие-то деньги оттуда. Это очень правильное направление. Насчет законности и легальности, если я с помощью твоего приложения съем какую-то еду, а там окажется орехи, я помру от этого. Берешь ли ты на себя эту ответственность? И второй вопрос. Исследуешь ли ты вот эту цепочку и насколько глубоко? То есть если в продукте есть какой-то другой продукт, он еще... Да, давайте я объясню. Очень логичный вопрос. Дело в том, что когда мы посредники, мы, грубо говоря, показываем клиенту на экране чуть-чуть лучше то, что написано уже на упаковке. У нас есть определенный дисклеймер, что мы ни за что не отвечаем, что все на свою ответственность. Да, мы определенным образом обрабатываем эту информацию, подсвечиваем красным то, что конкретному клиенту не подходило бы. Но это вот в рамках дисклеймера, я думаю, в себя включает. Но по большому счету мы глубже, чем то, что есть на этикетке, не копаем. А насчет цепочки, допустим, я хочу, чтобы у меня яйца были от живогуляющих кур. Да, есть яйца от живогуляющих кур. Или эко-продукция, или био. Да, есть такая вещь, она... Ее можно указать только сертификатом. Допустим, есть сертификат «Местный эстонский продукт». Он по составу никак не отличается от какого-то другого продукта. Но у него есть сертификат. В магазине это, ну, такое вот сердечко с эстонским флагом. А у нас он импортируется с базой данных и высвечивается, когда ты сканируешь. Но они не передаются уже, если я эти яйца использовал в другом продукте, ты не сможешь это представить? Нет, они не наследуются следующим продуктом. То есть, если эти эко-яйца замешаны в какой-то винегрет, да, будет ли винегрет экологичным? Нет, потому что тогда весь состав должен быть экологичным. И, соответственно, сертификат на готовый продукт должен быть. А если ты что-то туда засунул неэкологичное, или, скажем, ГМО, то это будет, ну, как бы, предательство по отношению к потребителю. У тебя есть что-то против ГМО? У меня против ГМО, как у генного технолога, вообще ничего нет. Это очень интересная тема, отдельная лекция, которая, я даже не знаю, каким боком она может здесь быть зацеплена, но, в принципе, да. А можно предупреждать? Да. Я не люблю ГМО, и хочу, чтобы ты мне прям красным цветом не покупай. Да, то есть наше приложение, в отличие от конкурентов, конкуренты есть, их много. Конкуренты обычно работают только с сертификатами, но не с ингредиентами, не анализируют. И есть ингредиенты, есть конкуренты, которые анализируют только ингредиенты, но не сертификаты. А мы вот такие вот, у нас комбайн, который делает все, в том числе, если вы хотите, если вы не хотите употреблять ГМО, то есть вы выбираете диету себе, ГМО-фри, и если вдруг попадется ГМО, вы увидите красный флажок, что не стоит. Нет, сканировать нужно штрих-код, и тогда это уникальный идентификатор. Приложение обращается к базе данных, достает оттуда эти данные, анализирует и выдает результат. Потому что вы говорили про окончания разные, про суффиксы, то есть это не связано с базой? Да, они в базе, они импортируются в базу из таблиц. Таблицы вбиваются вручную людьми, которые не всегда, пищевые технологи, не всегда понимают, о чем там речь. Поэтому они там, глюкомат натрия, могут перепутать с глюконатом натрия. Это разные две вещи. Это не одно и то же. Это две разные вещи, работают совершенно по-разному. Глюкомат и глю... Глюканат, да. Глютомат, да, глютомат и глюкомат. Они разные. У нас есть, значит, если нет продукта, то у нас в приложении там кнопочка плюсик, да, ты добавляешь, прописываешь все. Единственное, что прописывать, допустим, белки, жиры, углеводы, это легко, там, ну, просто несколько цифр их добавил. А вот прописывать в телефоне весь состав, это долго, нудно, и, ну, не каждый человек хочет. Поэтому это такая опция, я не знаю, сработает она или нет. Нет, мы запланируем. В том, что сканировать и переводить в текст, и забивать, ну, вместо того, чтобы вводить приложение вручную, просто сканировать. Это все классно, если оно будет работать. А, ну, по факту, я видел такие приложения, пользовался ими, и где-то отсвечивает, блестит, где-то ошибка, и ты все равно вынужден это подправлять как-то. То есть, я не знаю, у меня и так приложение достаточно большое, если его наращивать, все эти вещи, это хорошо, когда деньги есть. Особенно не твои, да, вот какого-нибудь инвестора, который в тебя верит и вкладывается в тебя, там, щедро. Давать за вот бонусы, если большинство юзеров подтвердят, как бы, ну, тогда уже ты получаешь бонусы, и они тоже те управляют. Бонусная система. Мы думали про это, у нас есть план, и мы когда-нибудь это имплементируем. Но это тоже надо за этим следить, какие-то эти очки подсчитывать. То есть, это все система, еще одна дополнительная система, когда у тебя и так все, весь мир рушится. Я даже не знаю, как ответить на такой вопрос. Значит, вопрос такой, приложение, которое называется «Не жри», такой конкурент, есть ли что-то противопоставить? Я не знаю. На самом деле, можно по-разному к этому относиться. То есть, есть люди со здравым смыслом, есть люди, которые любят читать этикетки. Просто потому, что мы все живые люди, мы выросли из определенных, там, я не знаю, в ходе эволюции, и мы всегда рассматривали еду. Это свойственно человеку рассматривать, и большинство людей выбирают по этикетке, ну, по красоте этикетки. А есть люди, которые выбирают именно по составу, им нужно читать. Им это приложение не нужно. Есть люди, у которых есть диета, которые могут за собой следить, да, там, за калорийностью. Но есть определенное количество людей, у которых это вызывает сложность. И я думаю, что мы достаточно неплохо решаем именно вот эту вот проблему. Все? Спасибо. Спасибо.